Здравствуйте! В эфире Реалайф и с вами Донара Манджикова. Сегодня наш эфир посвящен художникам, которые рисовали граффити на многоэтажках и листы. Сегодня они у нас в гостях. Это надбитов Цирен и Куберлинов Виктор. Здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите нам, пожалуйста, кто был автором идеи рисунков? Расскажите вообще подробнее о ваших работах. Кому посвящен? Первая работа вообще была у нас Бацан Владимирович Городовиков на пятом. Это был наш первый заказ, когда она поступила. Нас об этом попросил наш друг Дарджи, который уже занимался граффити. Это был наш первый заказ такой объемный. В общем, ну, с этого все и началось, в принципе. Второй заказ наш был, это Деликов, да, Эрни Деликов, герой. В общем, это было уже на 9 этажей. Это было приурочено к 75-летию Победы Великой Отечественной. И вот сейчас крайний заказ был. Это знак благодарности медработникам в этот непростой период. И, ну, заказчики были разные. То есть первый заказ это было от... Частный. Да, частный заказ. Второй уже и третий это уже от правительства было. То есть самая объемная работа была посвящена Деликову, вернее? Ну, на данный момент, да. На 9 этажей, да. У вас есть еще какие-либо работы помимо того, что вы рисуете на домах? Ну, вообще, наша основная работа, это вот тату-салон. Мы с 16-го года занимаемся татуированием. Это, ну, немного связано с нашим творческим образованием, художественным. Мы вот так, ну, решили развивать эту культуру. Вы вдвоем закончили художественные школы, да? Ну, у вас образование прямо? Да, да. У нас художественное образование. Принято считать стрит-арт элементом вандализма. Изменилась ли сейчас ситуация, и как отличить вандализм от стрит-арта? Ну, я думаю, что все-таки это... Ну, граффити, да, она имеет много видов, подвидов. И мы рисуем как бы... Ну, все-таки как украшение для города, я думаю. Искусство. Не просто там, да, писать какие-то надписи непонятные, да, вот, а просто как бы дарить людям красоту, чтобы и историю знали, и украшать город. Ну, до этого вы все равно рисовали? Было? Нет. Нет? Никогда? Вот «Городный курс» была наша первая работа. Да. Еще я видела то, что вы украшаете помещение под заказ, правильно? А, это скорее... Детские комнаты? Да. Да, это Виктор уже занимается этим. А, только Виктор? Да. Какие планируются у вас еще рисунки, работы? Пока в планах есть три дома, а на них мы будем изображать иллюстрации из эпизоджангра. Но пока, в общем, это немножко отложилось. Ну, это так, в планах до осени сделать. Обсуждается. Обсуждается, да. Угу. И как вы планируете дальше развивать свое творчество, помимо тату и граффити? Так, ну, пока что этого нам достаточно. Да. Еще, да, таких далеких планов нет. Пока все идет, ну, в общем, как надо вроде бы. И, ну, если дальше что-то будет, какие-то перспективы, то, конечно же, будем развиваться. Скажите, пожалуйста, еще такой вопрос. Сколько в среднем уходит у вас дней или часов, в общем, на... Ну, вот отдельно пятиэтажка, отдельно девятиэтажка. Ну, вот на девять этажей, на Деликова именно. У нас ушло семь дней. Ну, это очень хорошо. Ну, это очень сжатые сроки, да. Нам пришлось работать очень долго и... Чтобы уложиться к празднику. Да, к празднику уложиться, да. Ну, мы предпочитаем работать немного подольше, но сделать покачественнее, да. У нас просто сроки из-за пандемии, нам не разрешили работать, и мы вышли только тогда, когда уже был дедлайн, так сказать, ну, уже сказали завершать работу. На граффити медикам ушло девять дней, но там была сложность к доступу к зданию, к торцу. Там пристроен магазин, и нам пришлось обижать... Вы же оставились боком из-за этого, а Люлька оставила тоже боком, поэтому работал один. Были трудности. Еще такой вопрос. Вы сами рисуете эскизы. Вам говорят тему, а вы набрасываете рисунок, правильно? Ну, вообще, да. Но медикам нам все-таки уже прислали фотографии, так как это реальные же прототипы. Это врач и волонтер наши. И... Ну, мы единственное, что добавили, это вот фон. Это флаги. А вот портреты нам уже прислали. У вас полностью спонсируется закупка материала, правильно? И где это осуществляется? Да, закупка производится в Москве, так как там находится самый крупнейший магазин с очень качественными материалами. Но, к сожалению, у нас таких нет, и нам приходится заказывать. И, ну, так как у нас уже очень много заказов на краску, они нам делают скидки. То есть, ну, вот так у нас получилось. Вы знаете, помимо вас есть кто-либо еще в городе, кто рисует граффити? Ну, рисуют многие, но таких масштабов я еще не видел. Расскажите, как вы пришли к граффити? Ну, вот я же и рассказал, как поступил заказ нашему другу Дорджи. Он занимается вот уже давно граффити. То есть, это вот то, что вы рисовали у нас в Элисте, это ваши первые работы в плане... Да, с Гордовикова начиная, и вот посвященный медикам, это только наша третья работа. Вы вместе учились? Да. В Элисте или не здесь? Да, в Элисте. В Элисте. Как поступил я в 2005 году на декоративно-прикладное искусство, вот тогда еще было училище искусств, сейчас это колледж уже, вот, на специальность резьба по дереву. Вот Виктора отец был моим преподавателем, заслуженный художник Алмыкии. Вот, а Виктор учился... На курс старше, тоже по прикладному отделению, но уже на художественной работе металла. Да, ну, в принципе, по нашему... Основной наш профиль это была резьба по дереву и... Ювелирка. Да, да, но у нас обучали тоже и живописи, и рисунку, и скульптуре, ну, и разным там тоже шрифтам, и... Ну, очень много, все, что пригодится художнику. База очень. База. А широкая. Ну, к сожалению, у меня вот не получилось поступить на высшее образование. Виктор отучился уже там, в Питере. В Питере на Вышке, да, отучился в Санкт-Петербургском государственном университете технологии и дизайна. Но по специальности работать не получилось. Попытался. В некоторое время в Ювелирке работал, но в нынешнее время это довольно скучно. занятие. В основном делается ремонт изделий. Вы нашли себя в тату? Да, вот, душа требует творчества, что-то создавать. Вот. А ремонт — это битва. А сколько лет студии Вашей? С 2016 года работаем. Угу. Четыре года. А много у нас желающих? У нас много желающих, да, и в основном это девушки приходят. Ну что ж, Сырен и Виктор, спасибо Вам большое за эфир, спасибо Вам за Ваше творчество. Мы надеемся увидеть Ваши работы еще в будущем. Что-нибудь хотите добавить, передать привет? Ну, спасибо, что обратились к нам. Нам было очень приятно то, что работы наши видят и ценят. Людям это нравится. И мы будем продолжать это дальше. Надеюсь, в скором будущем, да. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова